Друзья, приветствую вас в компьютерной мастерской HappyPC. Давайте сразу к делу. У нас есть замечательный парень Денис, можно сказать, новичок и потенциально член команды. У нас есть заказ, который клиент принес буквально 5 минут назад, и, соответственно, мы сейчас соединим. Новый заказ, нового человека, которого вы еще не видели, и посмотрим, что из этого получится. Небольшая предыстория. Денис — это парень, понятное дело, что не девушка, я думаю, это очевидно, который сейчас такую красоту наводит с легендарным автомобилем. То есть помните «Ладу» нашу 2115? То есть первая пятнашечка, которая была в компьютерной мастерской. Так вот, Денис сейчас приводит в состояние просто идеал. То есть у парня золотые руки, он знает, что такое разобрать полностью автомобиль, собрать его обратно и сделать с ним все, что угодно. Более того, ты и со своим так автомобилем поступал трижды. Соответственно, парень, который знает, что такое что-то разобрать, что-то собрать, и он параллельно увлекается компьютерами, помогает людям по своему региону, скажем так, и проявил желание, говорит, Даня, чисто потенциально, если есть возможность, дайте мне что-нибудь попробовать, может что-то из этого получится. Поэтому сегодня у нас будет такой формат ролика. Человек, который никогда в компьютерной мастерской не трудился, но потенциально хочет, сразу получает заказ, клиент предупрежден, клиент говорит, я согласен без каких-то либо нюансов. Два слова буквально от себя скажи про себя. Чем ты хорош? Коммуникабельный и отзывчивый. Во, огонь. Это нам подойдет. Значит, давай ближе к заказу. Ты, в принципе, видел на приемке, потому что вместе с тобой мы сейчас стояли, и человек его принес. Предыстория тут достаточно такая, с одной стороны, как бы, я бы сказал, нетипичная. Потому что этот системник, буквально, человек в ДНС купил новые комплектующие, чтобы самостоятельно собрать компьютер. Но в связи с событиями, знаете, то, что в некоторых регионах нашей необъятной родины достаточно тяжелая ситуация, и человеку пришлось очень быстро и резко уезжать. То есть он в прямом смысле слова собрал компьютер, не собрав, вывернул его просто и увез. Соответственно, привез его непосредственно к нам, чтобы мы уже дозакончили работу. То есть у нас есть компьютер, который мы на приемке проверили, то, что он включается, но у него, по факту, много чего не подключено. То есть у него изначально не было подключено ни видеокарта, ни процессор, и он пришел в состоянии без крышек, без передней панели. Что человек сказал, это не проблема, я закручу, вы, главное, наведите красоту. У нас сзади здесь полный беспредел, творится Денис, то есть жесть какая-то, и ничего не подключено. Но мы знаем, что он выводит изображение. То есть задача привести это в состояние очень аккуратное, полностью работая, чтобы все крутилось, и настроить этот агрегат. Такая типичная, простая задача для компьютерной мастерской. Не торопись, это твой первый заказ, так сказать, чуть ли не в первый день. Поэтому, я думаю, будет интересно, и посмотрим, что получится. То есть системник, который в состоянии, хочу жить, кстати, обратите внимание, видите, как вертушка здесь установлена, должен жить достойно. Поэтому соберем, сделаем. Тебе удачи желать не буду, потому что ты знаешь, что такое покрутить и перекрутить. А вам, друзья, приятного просмотра, надеюсь, получится аккуратно. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Немножко времени прошло, и Денис подсобрал красоту. Давайте же оценим. Давай сначала так. Довольен работой своей? Ну, наверное, 70 на 30. Можно было получше, но немножко смекалочки не хватило. Ну, ты старался. Я старался. Это самое главное. Главное то, что у нас теперь, можно обратить внимание, сейчас все светится однотонно. У нас вертушки нерегулируемые, соответственно, они у нас имеют вот такой стандартный цвет. И Денис решил то, что пусть все горит этим стандартным светом. Синим пламенем. Да, синим пламенем, что логично. Из моментов таких, конечно, что касается укладки кабелей, здесь нет предела совершенству. Можете оценить, как у Дениса получилось. Из моментов тех, которые там Никитус периодически использует, это закидывая провод питания PCI-Express видеокарты за саму видеокарту. Он снизу проходит. То есть, здесь как бы ничего не торчит, только поверху самой видеокарты идет. И давай, конечно же, перевернем. Получается, оценим, что у нас сзади. Опа. Оцениваем. Вот у нас стандартная колбасочка. Все переплетено. Небольших размеров, да. Много использовано стяжек. Хоп, шлеп, шлеп. Ну, оцените. Оцените, друзья, в комментариях. Вот, безусловно, как сказал сам Денис, на 30% он себе оставил на перспективу. На развитие с точки зрения. Но это можно назвать кейбл-менеджментом. Скажем, не идеально. Это 100%. Но, давай, нагреться в руку. Да. Есть куда расти. Все, комп, соответственно, крутится, вертится, донастраивается, работает. Это самое главное. То, что он уже жизнь обретает полноценную. Так что, сейчас перейдем к следующему моменту. Следующий момент Денис уже, называется, перекручивает 775 материнскую плату. То есть, это тот случай, когда в компьютерном мастерствах не только свеженькое крутишь, не только крутое, но и даешь вторую жизнь старичкам. Здесь у человека вот эта вот красоточка на E, вернее, на P43-м чипсете вышла из строя. Соответственно, докидывается другая плата. До сих пор актуальна, друзья. Особенно в небольших городах. Вот 775 вечер. Как говорится, нож мне в печень, да? Ну, не надо, если что. Продолжаем наше посвящение Дениса в мир компьютерной мастерской. Денис сейчас, по сути, будет браться, хвататься за все абсолютно, чтобы прочувствовать, понять, что тут интересно происходит. И какое же посвящение может быть без о великих хуананджи? Обозовем это вот так вот, виторически. Потому что это там холисари, машинисты, все что угодно. Но здесь наш любимый китаец, наш любимый Xeon X99 платформа 2011-3, сокет E5-26-93. Шикарнейшая штуковина. Да, стал с компьютерной мастерской каким-то чудом. И сейчас задача Дениса... Чудо по имени Филипп? Да нет, по-моему, Олежек раздобыл. Забрал у клиента насильным, по-моему, методом. Говорит, вам такое не нужно. Не надо. Да, а мне надо. Соответственно, у нас есть эта платформа. У нас есть, вот, кстати, удивительный случай. Человек сегодня принес видеокарточку. Это 470 RX на 4 гигабайта. Который он на авито говорит, продаю, 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 продаю за 2000 рублей, никто не берет. Мог ли ты вдуматься, дружище, то, что наступит те времена, когда 470 RX за 2 рубля никто покупать не будет. Но, собственно говоря, он непосредственно принес ее к нам. Если она рабочая, все нормально. То эта видюшечка прекрасно подойдет под эту сборочку с точки зрения вот таких простых моментов. И задача Дениса будет также максимально пока четенькая, без сложностей. Где у нас корпус-то, Денис? Это вот этот вот? Вот этот? Да. Соответственно, взять, быстренько пересобрать из одного корпуса в другой, собрать эту основку и запустить. То есть сейчас, когда мы увидим изображение, это будет означать то, что Денис справился. И на этом мы этот ролик завершим. Возьмем у него парочку добрых слов. Я думаю, будет отлично. Денис справился. Денис справился. Денис справился. Друзья, финальный кадр у нас будет под названием «Есть пробитие». Я, честно говоря, не ожидал, но тест Хуананом проходят далеко не все. Хуанан – это особый тип компьютерного железа. И, соответственно, подлетай сюда. Денчик старался изо всех сил, крутил очень быстро. Но у нас после запуска произошло вот, смотри, что. Если сможешь навестить, тут есть дырка такая посреди вот этой микросхемки. Видишь? Да, да. Питальничка. И, судя по всему, это область нашего чипсета. То есть, как говорится, питальник хаба с большей долей вероятности. Что учуяли с тобой? Запашок. Я услышал щелчок. Ты услышал щелчок, мы учуяли запашок и есть пробитие. То есть, я тебя могу официально поздравить с настоящим посвящением. Это у тебя первая такая потеря на равном месте? Благо, это железо наше, так что все нормально. Для этого мы и делаем. Клиентские компы ты не убиваешь, а вот почему ты наш решил убить? Дело хорошее, но ничего страшного. Я считаю, что нужно сделать. Конечно, можно пытаться ее оживить, но гораздо будет лучше. Поскольку это монетельская плата, в принципе, но она не настолько дорогая, ей можно пожертвовать. Это должно быть в рамке. Я, честно говоря, не знаю, сколько они стоят, но это не настолько критично, так что не переживай сильно за этот момент. Но, как первая плата, которая в твоих руках, у тебя до этого погибали платы? Нет. Это настоящее посвящение. Повесить в рамку, это достаточно прикольно. И на стену. СССР можно снять. СССР можно снять. Так, твои первые мысли, как человека, который вчера и сегодня немножко бы мы покрутили? Вообще, мысли просто здесь оказаться и работать, это, наверное, что-то невообразимое. Того, чего я совсем не ожидал. Особенно не ожидал убить, конечно, плата. Так сразу, да? Да, так сразу особенно. Но, тем не менее, очень круто, очень насыщенно. Каждый день, наверное, насыщен уймой эмоций, уймой какого-то нового опыта. Полегче, Денчик, мы еще... Ну, во-первых, в любом случае, мы еще с тобой, как говорится, увидимся, тебе еще ни одну плату придется убить. Шутка, я надеюсь, наоборот, починить. Что мы, соответственно, делаем? Есть вероятность, кстати, того, что... Из-за чего, кстати, это произошло? Скорее всего, подлети сюда, Женька, с большей долей вероятности. Тут бушный у нас, грубо говоря, сам себе системничек, и не везде стояли стойки. Есть вероятность того, что когда, как говорится, Денчик прикручивал, он мог сильно перекрутить, и, возможно, просто на корпус коротнула материнская плата. Соответственно, вот такую эпопею у нас произошла. Но ничего, это на ошибках учатся, так что это очень хорошо, что ты спалил, как говорится, нашу. Прямо сейчас ты этот момент запомнишь, и он тебе отразится на всю жизнь. Больше таких моментов, как говорится, не допустишь. Поэтому ждем эту материнскую плату где-нибудь на стене. Вот, как называется, первый вот такой вот выстрел. Ну и будем дальше трудиться. Спасибо, что посмотрели. Давай кулачок. Все нормально с ободочком, не переживай, ССДшку достаем. Да, все остальное, что живое, перепроверяем и двигаемся дальше. Не забудьте поддержать Дена в комментариях, потому что убить материнскую плату, это он, посмотри на Филиппа. Были у него тоже моменты с материнскими платами связаны. У всех есть такие моменты, это компьютерная мастерская, тут постоянно происходят всякие компьютерные штуки. Не забудьте подписаться, а вот увидимся в новых компьютерных историях. Вот, черканите, как вам Денис. Бодрячко. Все, пока-пока. Друзья, ну и для тех, кто все же переживал и до конца не мог поверить, все нормально. Масфет поменен, хаб живой. Плакать хочется. И ей запуск, так что все нормально, не переживай, это пост-скриптум, который должен быть. Так что хороший, хороший момент. Хорошее начало. Хорошее начало, а главное, хороший конец в данном случае, то, что все живое. Так что у тебя попытка номер два, можно будет допересобрать. Живой, живой. Спасибо Александру, который нам закинул туда этот красавчик. Вот так что, плата живая. Плата живая. Есть еще, так сказать, плюс одна жизнь у нее. Рано ей еще пока на стенку вешать. Пусть она все-таки в системнике каком-нибудь поработает. Но, вот самое интересное, плата теперь ремонтная, но ты даже не заметишь. А там, кстати, даже не заметно, что она ремонтная. Да, конечно. Круто. Круто. Все. Конгресс, друзья. Это правильный пост-скриптум. Все, теперь у тебя есть чем заняться. Отлично. Продолжение следует.